Дарина, Павла, Даша, Юля, Мама, Папочка Здравствуйте! В эфире «Большое сердце». Это программа о счастье, которую смогли подарить взрослые маленьким обездоленным детям. И первая наша история о приемной семье Львовых. Аист, символ этого дома, принес Татьяне Александру Львовым шестерых детей. Все свои, все родные, все любимые. Любовь объединила пару 20 лет назад. Всю жизнь прожили в Мариинском посаде в соседних домах. Учились в одной школе, а познакомились случайно. Так бывает иногда. Ищешь дорогу, как говорится, через Канаж, а выход рядом. Уже через месяц после знакомства 19-летний Александр сделал Татьяне предложение. Через три сыграли свадьбу. Вскоре родилась и старшая дочь Юля. Она была такой интересной, разговорчивой, веселой. В полтора года она во всему нас пела песни к ней. Соседи ее называли куколкой, потому что когда ей еще был ровно год, она так и говорила, я куколка. Разговорчивая. Она была, в общем, рано начала петь. На сцену в четыре года уже она у нас вышла. Потом Анечку, как раз вот в четыре года она на сцену вышла, и мы Анечку купили. Татьяна с детства мечтала иметь много детей. Мысль взять в семью приемного ребенка появилась после увиденного телесюжета. Так супруги начали искать сестренку, ровесницу старшей дочери. А нашли новорожденную малышку. Мы с ней познакомились, когда ей всего три дня было. Да, три дня было. То есть мы приехали именно в тот день, когда от нее отказывались родители. После оформления документов, которое длилось больше месяца, Анечку наконец-то смогли забрать домой. Человеческий организм, видимо, за эти полтора месяца настолько привык к этому отношению. В детском доме, видимо, любит их, возможно, я ничего не говорю. Но столько внимания, как дома, нет. Они, может быть, первую ночь там плакали, вторую, третью, а потом привыкают, видимо. То есть она мокрая, холодная, она спит. Как не плачет? Да, как не плачет. Спит, самое главное. Распит, знаешь, спит. Вот это вот первое впечатление такое было. Развивалась она вообще хорошо, она, конечно, очень умный ребенок, она. В два года она полностью разговаривала, мы сейчас вспоминаем, как мы с ней стихи читали. В садик не хотела ходить, мы ее отправили в садик. Два годика как раз ей вспомнилось, она так плакала, так плакала. И, в общем, жалко стало. И получился у нас домашний ребенок, она не ходила в детский сад, получается. Мы ее забрали и все. В школу мы отправили ее в шесть ровно лет. Пение – любимое занятие старших сестер. Талантливые девочки участвуют, побеждают в вокальных конкурсах и фестивалях. Это наши многочисленные награды за разные конкурсы. Мы поем с детства и наград много. Аня сейчас учится в 10-м классе и занимается в вокальной студии. Старшая Юля по окончании школы решила продолжить музыкальное образование. Юлечка у нас учится в Чувашнском государственном университете имени Ульянова. Она в культете искусств. То есть она продолжила свое любимое дело. Папа у нас сначала возмущался. Мне для этого, говорит, я дочь учила на золотую медаль, чтобы она у нас песенки пела. Я сначала переживала, переживала. А потом говорю, ну что, это ее выбор. Я говорю, вот люди будут ходить на работу. Бухгалтером, допустим, сидит она целый день, там что-то считает, пишет чужие деньги, считает, устает. А наша, говорю, будет ходить на работу каждый день, как на праздник. Мама, будь всегда со мною рядом. А в записи этой песни о маме участвовали и все остальные дети. Средние братья Миша и Яша родились с разницей в три года. Это, как обычно, у нас все нечаянно. Миша тоже не исключение. Миша, Миша. Молодые тогда еще были, не задумывались. Не задумывались, между прочим, жили нелегко. 35 лет, да. Да, жили нелегко. И вот в то время, когда появился... В комнатной квартире. Съемной причем. Съемной, да. Строился дом у нас правильный. Да. В общем, это самое тяжелое время было, когда было... Пять лет съемной квартире. Мы даже деньги заняли для того, чтобы выписаться из родильного дома. Именно в это тяжелое время уже с тремя детьми на руках родители по профессии милиционер и учительница задумались о том, как и на что дальше жить. И решили начать бизнес, который тоже связали с детьми. Львовы купили свой первый аттракцион «Горку-батут». Здесь летом не занимаемся, как вчера было. Ну, я помню первые дни вот эти работы. Даже первый день, когда мы произвели этот аттракцион. А мне надо было на работу ехать. Вечером, вторую семену мы поехали покупать. Б.У. мы купили много. Стоило очень дорого. То есть мы продали квартиру единственную. Посадили. И на эти деньги приобрели дело. Ну, ипотеку взяли, предначально взнос мы унесли и купили вот батут. Как бы остались без денег и без жилья. Рисковали. Да, и как бы с этого. А унтюристы же. Деньги-то лежат, чем мертвым образом с продажей квартиры. Да, только унтюристы, наверное, и способны на такие семьи. Риск оправдал себя. Бизнес постепенно развивался. Львовы достроили дом в Цивильске. Въехали они туда уже вместе с четвертым ребенком, сыном Яшей. У нас были две девочки, у нас был мальчик. И никто не задумывался о том, что нам нужны еще дети. Мы-то не задумывались, а Яша задумывался, видимо. У нас столько детей, что нам один ребенок лишний будет. Так это быстренько мы подумали и решили, что пусть наша семья станет еще больше на одного человечка. Места всем за столом. Хватит любви для всех, хватит. Так у нас и появился Яша. Когда Яше исполнилось 6 лет, родители снова стали скучать по маленьким деткам. И по маминой давней мечте стали искать девочек-двойняшек. Кажется, что в семью можно брать именно того, кто приглянулся. Не просто пожалеть, посочувствовать, а семья должна оставаться семьей. И как бы вот дети ведь все равно они спрашивают, а на кого я похожа, на кого я похожа. Именно эти вопросы дети любят задавать. И сейчас вот недавно вешаем портрет Ани, взрослого человека. Она смотрит и говорит, вот знаешь, мам, вот посмотри, мы все похожи. Вот посмотри, на папу похожи Миша с Яшей. Юля похожа на Мишу. Яша похожа тоже на Юлю. Я похожа с Яшей и с Мишей. Правда, не похожа с Юлей, но я похожа с Яшей и с Мишей. А девчонки, посмотри, они как-то на тебя похожи. Ты темненькая, а не темненькая. Мне кажется, это важно для семьи, что все-таки вот он, твой ребеночек. За своими маленькими принцессами Львовы поехали в Екатеринбург. Специализированный детский дом. Первое, что нам рассказали о детях, это самое главное, как они себя чувствуют. Маша и Даша, они, конечно, тоже, их родила женщина, который тоже пятый, шестой ребенок, как и у нас же. Но как они оказались в детском доме, то есть она вообще по-зверски, конечно, с ними поступила. Я никого не хочу осуждать. Вот, допустим, с Аней мы разговариваем. А зачем осуждать? У всех свои бывают проблемы. Может быть, так и лучше, что в родильном доме отказались. То есть тебе дали возможность попасть в хорошую семью и быть счастливым ребенком. А вот по поводу Маши и Даши... Да, мы с ней не понимали, в принципе. По поводу Маши и Даши там было жестоко. Два года в любви и заботе сделали чудеса. Теперь малышки – звездочки не только своей семьи, но и различных творческих семейных конкурсов, в которых Львовы часто представляют нашу республику. В прошлом году им удалось занять второе место на Всероссийской ассамблее замечающих семей. Там все участвовали, даже маленькие девочки. Они как бы были главными героями. Все начиналось именно с них. Они спрашивали у папы. Папа, что ты делаешь? Даша говорила. Папа отвечал, я кино смотрю. А какое кино? Спрашивали детки про родину. А Даша опять спрашивала, а что такое родина? Детским голосом, представляете, как было мило. И дальше уже вся семья присоединялась. И рассказывали, а что же такое родина? Что такое Москва? Что такое Чувашия, малая родина? Кто является главой нашей Чувашской республики? 8 июля награждал, значит, Михаил Васильевич. Они из этих-то получили, а там так много нас и народу было. Они выходят со стороны. Первое, что говорят, Даша говорит, а мы забыли спасибо сказать. Качества и принципы, которые родители своим примером воспитывают в детях, старший сын Миша изобразил в семейном гербе Львовых. В центре герба это Львов. Он означает, что наша семья великодушная, сильная и храбрая. Он сидит в сердце. Это значит, что мы еще очень любим друг друга. Очень уютно и тепло, когда большая семья и всегда есть сестра или брат, который может помочь в трудную минуту. Совсем недавно семья Львовых переехала из Цивильска в Чебоксары. Царь, царь, пусти в город. Чего нового такого? Дочку замуж выдаю. За кого? За принца. Принц. Принца. Если бы мы не переехали, получается, наши детки уходили бы от нас каждый раз и уходили, и уходили бы за другом в город. И едва ли, наверное, дети повернулись из города. Пусть мы лучше будем всегда вместе. Для этого мы живем для них, чтобы они нам внуков приносили, мы бы их ждали. Как хорошо, да? Как хорошо, когда есть дом уютный, теплый, родной. Когда смеются дети в нем и пахнет вкусной едой. Когда у нас дружная семья, и все друг другу надорожат. Когда на месте слова я все ставит. Мы на первый ряд. Вот. Какая у нас смена. Достаточно ли одного желания для того, чтобы взять в семью ребенка? Об этом и многом другом говорят в школе приемных родителей. Куда мы с вами сейчас отправляемся. Стать приемными родителями – ответственный шаг. Дарить любовь чужому ребенку дано не каждому. Школа приемных родителей в республике появилась в 2008 году. Обучение тогда в ней было делом добровольным. Правила изменились в 2012, когда в соответствии с федеральным законодательством подготовка лиц, желающих взять в семью ребенка-сироту, стала обязательной. Сейчас в республику школу ежегодно проходит более 400 человек. С лета 2015 года вступил в силу федеральный порядок. И в соответствии с этим порядком у нас обучение проводят органы опеки и попечительства, но с привлечением специалистов. Специалистов-психологов, социальных педагогов, нашего центра, Центра образования комплексом сопровождения детей и детских домов. Задача школы приемных родителей – помочь слушателю разобраться в своих чувствах и намерениях, оценить свою психологическую готовность к этому шагу, подготовиться к нему морально и практически. Они начинают задумываться и по-другому смотреть на ситуацию. Не все так радужно, не все так классно, как им кажется. Розовые очки постепенно снимаются. Но приемные родители – это на самом деле профессиональные родители. Нужна определенная такая подготовка базовой знаний и вообще умений, навыков, чтобы именно повести ребенка за собой, который испытал в жизни ужас. Вот это важно. Программа школы состоит из 42 учебных часов. Большую часть из них проводят специалисты Республиканского центра сопровождения замещающих семей. Здесь же активно работает и клуб для уже состоявшихся приемных родителей. Валентина Маркова – мама двоих приемных детей. Два года назад в ее семье появился годовалый малыш. А буквально пару месяцев назад Валентина забрала из приюта и его восьмилетнюю сестру. В сложных вопросах приемного родительства ей до сих пор помогают специалисты школы. Как сталкиваться вот с этими всеми проблемами и как их решать, нас научили именно здесь, в школе приемных родителей. Ну и, конечно же, уже спустя какое-то время мы постоянно встречаемся, собираемся в клубе приемных родителей, чайовничаем, обсуждаем какие-то проблемы, у кого какие есть, а они действительно есть. И бывает, что иногда решить их сложно без помощи. Поэтому мы здесь все собираемся и делимся опытом с другими родителями. У нас есть очень большие запросы от действующих приемных родителей для повышения их профессиональных компетенций. Повышение профессиональных компетенций именно приемного родителя. И вот это очень важным тоже становится, и мы тоже двигаемся в этом направлении. Сейчас за моей спиной вы видите Чебоксарский детский дом. В нем живут дети, которые все еще ждут своих родителей. Посмотрите, может быть, ваше большое сердце откликнется на их голоса. Дим, я поняла, ты любишь очень собирать модели. Вот такие, да? А ты сделал только две модели или у тебя? Нет, больше есть, только потерялись они. Что это были за модели? Там был пистолет, маленькие модели, там дельфин, животные, паук и кенгуру. Сам разбираешься в схемах без помощи. За сколько можешь собрать такую модель? Ну, рыбку. В рыбку. Час, где-нибудь так, тяжело. Ты можешь зашить прекрасно свои вещи. А можешь ли гладить свои вещи? Да. Брюки? Да. Стрелочки, чтобы все было... Стрелочки не так уж. Пока учишься тогда. У тебя лежит диплом. Второе место в номинации, конкурс был первоклассные родители, да? Это что было зарисовано? Я нарисовал, как за столом сидит бабушка, мама и я. И я, и папа. Это такая была фантазия твоя, да? Как могло бы быть, хорошо бы, да? Кстати, рисунок был нарисован красками, карандашами. Карандашами. А вообще тебе нравится чем больше рисовать? Карандашами, сломасами. У вас всего 11 человек в детском доме. Был 40, когда я приехал. Остальные по домам разъехались? Как им живется в этих новых семьях? Нормально. Звонили некоторые. Илюш, давай начнем с тобой, с главного приза. За что ты его получил, да? Я ездил в Вишкараул выступать. Что вы делали? Пели. Какие песни вы пели? Я военно-патриотическую. Я хочу, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, Чтобы снились всегда только добрые сны, Чтобы Россия героев своих не забыла, Чтобы не было больше войны. А еще я знаю, что вы в Москву ездили. Тоже третье место там занял. После этого, из-за того, что я третье место занял, У меня на Кремлевскую елку. В Москву опять. Скажи, а вообще, куда бы ты еще хотел поехать? В Париж. Что интересного в Париже? Я из Фелевого башни хотел бы выйти. А ты где вообще узнал о Париже, Об Эйфелевой башне? Смотрел фильмы, читал книжки. А ты вообще какие книжки читаешь? Ну, про жеванных больше. Ну, а какие тебя животные интересуют? Коалы всякие вот такие. Скажи, а вообще ты кем собираешься стать? Строительным. Ну, а какие книжки читаешь? Ну, а какие книжки читаешь? А, 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 а какие книжки читаешь? Медички читаешь. Ну, а, а. Скажи, пожалуйста, чем ты еще увлекаешься, кроме... Кроме пения художества. Рисую. Рисую. Хорошо. Что тебе нравится рисовать? Мне все нравится рисовать. Срисовывать больше нравится. Ты вообще парень спортивный? Да. Отжимаешься сколько раз? Тридцать. Подтягиваешься? Шесть. Чуварский язык ты учишь, да? Да. Я плохо его знаю, просто нравится мне. Нравится как звучит? Пытаюсь, да. Слушай, можешь нам что-нибудь сказать по-чуварски? Ну, хотя бы здравствуйте. Спасибо могу сказать. Давай скажи, как он. Тут табусь. Здравствуйте, знакомьтесь все, пока все дома. Это Катюша. Здравствуйте. Тебе сколько лет, Катюша? Тринадцать. Катюша так тихо говорит, потому что разболелась. Совсем разболелась. Но мы сегодня уезжаем из Чебоксар, и очень нам хочется снять Катюшу, поэтому Катюша сейчас мобилизовалась, и, ну, немножечко постараешься рассказать о себе громко не надо, тихим-тихим голосом. У тебя удивительное увлечение. Ты увлекаешься конным спортом, вокалом. У тебя какая-то постоянная лошадь? Да. Как ее зовут? Марципан. Марципан – это он, да? Да. Это конь. Он у тебя вообще такой покладистый или резвый? Резвый. Прежде чем оседлать лошадь, вы, наверное, кормите, как-то ухаживаете? Ухаживаю. Чем вы чистите? Как вы чистите? Щетками. Чистите всю лошадь? Да. Сколько это времени занимает? Минут двадцать, наверное. Дальше что делаете? Оседлаем. Потом вводим их на улицу. Затем все катаемся. Сколько по времени вы катаетесь? По-разному. Иногда тест сдаем, а иногда рысью катаемся. А тест? Что это за тест? Оседлаем, расседлаем. А кормите чем-нибудь? Вы жди? Да. Что-то ты с собой приносишь или вам там дают? Приносим. Что приносишь? Морковку, яблоко и иногда сахар. Морковку, яблоко и яблоко и яблоко и яблоко. Морковка, яблоко и яблоко и яблоко и яблоко и яблоко. Ты также занимаешься вокалом? Да. Здесь, в детском доме или куда-то ходишь? Здесь. Давно? С прошлого года вроде бы как. Почитаешь стать, когда вырастешь? Брикмахером. А ты кому-нибудь из девочек делаешь прически утром в школу, когда идут? Когда успеваю, делаю. А что значит счастье? Вот в твоем понимании быть счастливым человеком? Ну, чтобы найти семью. Так. Угу. Жить дома. Когда ты вырастешь, ты бы хотела, чтобы у тебя была семья? Да. Так. Муж, дети. Хотела бы иметь детей своих? Сколько бы хотела иметь детей? Одного. Мальчика или девочку? Кто родится. Все герои нашей программы уверены, что в доме всегда должен звучать детский смех. С вами была программа «Большое сердце». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова